Сегодня вас ждет экскурсия в Центр робототехники. И мы побываем в одном из аудиторий главного корпуса студенческого кампуса. На первом этаже нас встречает охрана. У каждого школьника, проходящего обучение в Центре, есть свой специальный пропуск. После этого они снимают верхнюю одежду в гардеробе, после школы подкрепившись в буфете, и далее направляются на четвертый этаж в аудиторию Центра. Открываем дверь и попадаем в особую атмосферу. Даже на стенах здесь изображены роботы и андроиды. На стеллажах располагаются собранные учебные роботы и наборы для их усовершенствования. На компьютерах школьники создают программы для этих роботов. А еще у нас есть полигон для испытуемых роботов. И также хороший интернет и проектор. Роботы для обучения похожи. Они созданы по заданию преподавателя и представляют собой программно-управляемые тележки. Каждый робот создан для выполнения собственных задач и оснащен соответствующими датчиками и программным обеспечением. Школьники сами решают, какой датчик будет более эффективен для решения поставленной задачи. Мозгом робота является блок управления, по-другому контроллер. Контроллер работает по программе, которую пишут сами школьники. Контроллер принимает сигналы от датчика, обрабатывает их в соответствии с программой и управляет моторами. Робот представляет собой тележку с двумя колесами и опорным шариком. Скорость и направление его движения определяется вращением колес. Также робот имеет датчик, который позволяет ему увидеть препятствия и взаимодействие с ним. Также он умеет определять цвет поверхности и яркость освещения. А встроенный гироскоп помогает ему удерживать его положение в пространстве. Собранные роботы могут участвовать в различных соревнованиях. Например, ездить по размеченной трассе, сбивать кегли, соревноваться в СМО. Такие соревнования называются роботека. Ежегодно проводятся у нас в университете. Если вам интересны роботы, их конструирование и проектирование, а также возможность принять участие в соревнованиях, тогда приходите учиться в Центр робототехники Тольяттинского государственного университета.